Самый долгожданный объект. Красивый фасад, большие панорамные окна. Открытие у новой школы в Сурхахибыть. Возведенное учебное заведение отличается интересной и нетипичной планировкой здания. Разделить это важное событие приехал глава Ингушетии Махмуд Али Калематов. Для него сразу же проводят экскурсию по новому объекту. Главная безопасность школьников, подчеркнул глава. Ребята уже успели опробовать новый спортзал с его многочисленным спортивным инвентарем. А после в актовый зал. Судя по эмоциям главного гостя мероприятия, школьники ждали с нетерпением. Подготовили яркую праздничную программу. Школа рассчитана на 320 мест. Построена в рамках реализации федеральной программы «Сейсмика». Корпуса предназначены для всестороннего развития и обучения. Десятки ученических классов, гардеробная, просторная столовая. Новое учебное заведение построено на месте старого здания. Начали его возведение в 2020 году. Я очень рад сегодня присутствовать на вашем празднике, что на месте старой школы вам построили, нам построили новую школу. Новую школу, которая просторная, но для вас необходимо еще строить. Я так понял, что запланировано еще две школы здесь строить. Этот год у нас столетие. Мы празднуем государственность нашей республики. В 1924 году была образована республика. Потом периоды, вы знаете, на 24-е существовало, потом на 44-е и дальше. Исторически так сложилось. Были хорошие времена и очень горькие времена для нашего народа. Все-таки за период столетия, что бы ни было бы с нами, с нашими дедами, что бы ни коснулось нас горечь такая иногда, да? Но, знаете, чем компенсировано это все? Это компенсировано то, что мы видим счастливых детей, видим прекрасные школы, детские сады. Их построено буквально за годы последние, за 4 года, около 40 и более школ. Вокло 38 детских садов. И немаловажно, что в этот год мы избрали достойного президента Владимира Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, настолько горжусь нашими жителями республики от мала до взрослого. И приятно был удивлен, когда взрослые люди и помоложе говорили Ну, я говорю, фотос, но я догадываюсь. Он говорит, вот эти вот либеральные эти всякие нечистоты, которые у них там за норму жизни. Знаете, там, папа один, мама один. Поэтому у нас осознанно проголосовали. Мы сегодня, ближайшие 6 лет, при всей беде, которой они нас окружили, да, у нас ребята на передовой сейчас. Но они все, со всех регионов вместе, единым фронтом, независимо от религии, национальности и других особенностей, они находятся на передовой и убежден принесут нам то светлое слово победа. У нас это все равно будет. Много, чтобы не происходило. Но сегодня я хочу сказать, вот пользуюсь случаем, всем жителям, каждому проголосовавшему, правительство находит средства, чтобы построить школу, детские сады, больницы, дороги. Понимаете, вы столько выделяет федеральный центр нам. Поэтому сегодня я поздравляю вас с этим великолепным зданием, помещениями. Радость для учителей, радость для родителей, это тоже, что они знают, что пойдут. Я благодарен здесь и взрослым, и старичным, и мамам, ну и для, да не себе. Вот, чтобы вот здесь была школа, здесь же и построили. И я смотрю, и стадион есть. У нас есть история. Через века прошли мы. Столетия будем праздновать. Но есть одна вещь. У нас мы смели через все перипетии сохранить себя, как ингушин, имеющий язык, культуру, обычаи, традиции. И этим надо гордиться. Надо это ценить. Для государственного общения, учебы, перспектив, развития. Но свой ингушский надо хорошо знать. Надо его обучать и учить. Поэтому пожелания детям и мамам. Вот, двоих нянь, макбутчицах у нас все будет. Не у всех это получается, но все равно. Мярск, я вас поздравляю с таким великим, добрым днем открытия данной школы. Ознаменовать торжественное открытие школы предстоит передача «Школьного ключа». Эту ответственную миссию выполнил глава ингушетии вместе с заслуженным учителем республики. Сацита Измайлова посвятила преподаванию 40 лет своей жизни. Взрастила любовь к педагогике и у детей. Четверо из шести работают учителями. Мы ждали открытия этой школы, ждали долго. Для нас это большой праздник. И я благодарю всевышнего, который доверен нам, учителям нам и родителям, администрацию нашей школы, коллегам. Такое благородное дело – воспитать подрастающие поколения, достойное поколение. Алхамдуллах, что мы есть маленькая республика, но мы живем дружно, мирно. К слову, преподавательский состав школы остался прежним. Учителя все вместе активно готовились к открытию, занимались преображением своих кабинетов. Министер образования, директора школы, не меньше, это уж точно многие школьники. Уже осмотрели территорию «Альма-Матер», в которой совсем скоро будут постигать знания. Раньше у нас не было такой красивой школы, а теперь построили такую красивую школу и большую, и большую. Как и положено, бесплатное горячее питание получают ученики начальных классов. Здесь уделяется особое внимание тому, чтобы все школьники были здоровы. Яркие и интересные будни будут не только у начальных классов, но и у старшего звена. Кстати, школа девятилетка, а это значит для выпускников это первый и последний год в стенах нового общеобразовательного учреждения. Но они не расстраиваются. Уж очень ждали открытия. На такой веселой ноте и держатся, иначе нельзя. Школьные годы действительно чудесные. Старая школа была построена в 1983 году. При том, что она была рассчитана на 120 посадочных мест, здесь учились более 400 детей. С открытием новой родной школы положат конец и вечерней смены. На сегодняшний день и дети, и педагогический коллектив очень рады этому подарку, который глава нашей республики, министерства все и ведомства подарили и преподнесли учащимся. А отличным местом для этого вдохновения станет библиотека, которую тоже можно назвать гордостью школы. Как видите, красивая библиотека, все условия, все по современным меркам здесь. Мне очень приятно здесь дальше работать, сколько я смогу. Я уже работаю давно. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Это все для детей, для нашей молодежи. Спасибо за школу всем, кто здесь старался, кто выстроил эту школу. Новая школа впечатляет не только изнутри, но и снаружи. Подрядчики благоустроили дворовую территорию. Здесь монтированы и игровые площадки, проведено освещение, проложены тротуары. В общем, праздничное настроение сегодня у всех. Школа обещает прослужить долго, а ученики учиться отлично. Хавагаги Васильман Касоев, Магаз 24.